Кто смотрит мои видео давно, знает, что я сейчас активно занимаюсь своими волосами, потому что они у меня начали сыпаться в начале лета, и этот процесс не прекращается. Я начала меня это очень волновать, беспокоить. И я пошла к эндокринологу. Мне назначили анализы на гормоны много раз, на все, которые только можно. Все возможные УЗИ, которые можно. И с этим всем я пошла потом к доктору, которая все это разложила, и полтора часа анализировала, что со мной не так. Так, гормоны у меня в норме, слава богу. То есть каких-то нарушений серьезных нет, ну там какие-то колебания, как и у всех, но на волосы это не могло никак отразиться. То есть фактически пришли мы к выводу, к тому, что смена обстановки, воды, вот эти вот, то, что мы заболели с Машей месяц, болели, никак не могли вычихнуться, падение иммунитета, все это привело к тому, что волосы стали слабыми и стали сыпаться, и не могут никак восстановить. Мне она назначила целую вот такую вот штуку, вот здесь все написано, что мне нужно, какие принимать витамины, какие там поддерживающие какие-то там, ну, как оно, не лекарства, а эти вот, ну, травяные, как они называются, гомеопатия, во, я вспомнила. Все это расписано на три месяца вперед. Десять дней то принимаем, такой перерыв, в этом кто, в общем, полтора часа, она мне все это расписывала и рассказывала, как это делать, чтобы все сделать правильно. Мне назначили сдать анализы на ЛГФСГ, пролактин, и эстрадиол. Это пакет такой, контрольный, первой фазой называется, пакет контроля первой фазы. Второе. Пакет гипер... не могу выговорить, гиперандрогенный. Тестостерон общий, свободный и индекс свободного тестостерона. Вот. 17 ОПГ, ДГЕАС. Это все еще один пакет. Третий пакет, тиреоидный. ТТГ, Т4, свободный и АТПО. Вот. Вот это вот эти гормоны я сдала. Дальше мне назначили сделать УЗИ органов малого таза, УЗИ щитовидной железы, молочных желез и органов брюшной полости. За анализы я заплатила 1830 анализы. Ну и УЗИ там тоже получилось где-то на пару тысяч. Все вместе получилось. По УЗИ тоже у меня, в принципе, нормально. Ничего с волосами не связано. Есть моменты, которые тоже нужно в этом списке пролечить. Ничего страшного. Просто уже так для профилактики. И раз уж занимаюсь здоровьем. Дальше. Она мне назначила витамины Револид. Одна таблетка один раз в день, один месяц. И второй месяц витамины Перфектил Плюс. Тоже одна таблетка один раз после Револида. Это и те, и те витамины идут для волос, ногтей. То есть именно вот специальные. Общий курс витаминов 2 месяца. Потом. Эссенциали. Две капсулы 2 раза в день после еды. Это для печени. Вот у меня гормоны какие-то повышены, которые связаны с печенью. И вот она сказала, чтобы я эссенциали пропила. Тоже там курс 1 месяц. Нейровитан 10 дней. Одна таблетка один раз в день. Утром до 11 часов. И повторить потом на следующий месяц. А, 10 дней, да. И на следующий месяц тоже 10 дней повторить с определенного дня цикла. Ну, короче, это именно мне так подходит. Это не значит, что у кого волосы там сыпятся, всем это подходит. То есть это просто я понимаю, что все будут спрашивать, что мне назначили. Я это озвучиваю. Но это не значит, что все, у кого есть проблемы с волосами, сейчас берут этот курс и начинают принимать. Нельзя. Как минимум нужно проконсультироваться с врачом. И желательно с этими всеми анализами вообще лучше позвонить и спросить, что нужно ждать. Дальше. Омега-3. И 3 месяца принимать, потому что больше 3 месяца, оказывается, она не усваивается. И потом месяц перерыва и опять можно принимать. Так, так, так. Дальше. Магнэ-B6 или магникум. Одна таблетка один раз в день перед сном. 18 дня цикла до начала следующего цикла. И так сделать 2 месяца. Б6 это как раз таки витамины для волос тоже я знаю. Нарколут. Ну вот опять-таки не знаю, что. Потому что у меня есть небольшое воспаление еще. Поэтому возможно что-то тут не для волос, а именно для воспаления. Вот про жесток гель. Это гель, который втирается в молочные железы. И там рассасываются какие-то образования, которые есть. Тоже назначили мне такое. Потому что еще лет, наверное, в 20 я ходила на УЗИ молочных желез. И мне сказали, что у меня есть там маленькие кисточки. Уже про все болячки свои сейчас расскажу. Капец. Вот. И что за ними надо следить. Я за ними слежу. Они не изменяются. Все это время. Вот мне сейчас 38. Уже там сколько? 20 лет прошло. И фактически у меня они в таком состоянии и остались. Поэтому. Ну она это опять-таки увидела на УЗИ. Сказала, что мне нужно повтирать этот гель. По одной дозе на каждую грудь перед сном с 28 числа до первого дня цикла в ноябре. Короче, 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 два месяца. Сентябрь. Нет, один месяц. В общем, там курс. Я не буду это сейчас раз это самое. Там несколько дней, потом перерыв, опять и так 3 месяца. Дальше. Нарколут. Нарколут 5 миллиграмм. Одна таблетка один раз в день. Тоже с 18 дня цикла. 7 дней. 4 месяца. 4 цикла. Ну цикла. Все знают у женщин, что такое цикл. Так. И потом я сдаю, делаю УЗИ. ОНТ. Что такое ОНТ? Органа малого таза. В ноябре на 10-й день цикла я делаю УЗИ. Потом. Плацент, композитум, внутримышечный. Одна ампула. Один раз в день, два раза в неделю. 5 недель. С 1 октября я начала это делать. После того курса я перехожу на церебру, композитум. Тоже внутримышечный. Одна ампула. Один раз в день, один раз в неделю. 5 недель после курса предыдущего. Плацент, композитум. Короче, долго. 5. 10 недель. Я 10 недель буду уколы делать. 5 недель одни и 5 недель другие. Дальше. Селин. Одна таблетка один раз в день, один месяц. Селенактив, флутафарм, фея, нина. Короче, одна таблетка два раза в день. С первого дня цикла в октябре. 3 месячных цикла непрерывно. И 6 декабря у меня будет контрольная консультация с УЗИ, со всеми делами. Опять за у этого же врача. И она будет как бы дальше смотреть, что со мной делать. Еще она мне написала вот здесь вот такая вот лечебная масочка для волос. Значит, в сухую кожу головы можно немытую втереть 2 ампулы экстрата плаценты или экстрата алоэ не смывать. То есть экстрата алоэ, это тоже в ампулах для уколов, или экстрат плаценты. 2 ампулы втираем в кожу головы, не смываем. Потом 1 четвертая украинского хлеба, украинского хлеба, это черный хлеб. Запарить отваром крапивы или любыстка или лопуха. Полученную кашицу нанести на волосы, надеть шапочку и утеплить полотенцем. Держать смесь полтора часа, затем смыть теплой водой. Одну, вторую, один, два яичного желтка, в зависимости от длины волос, нанести на волосы вместо шампуня. Это вот потом смывали, смываем и вместо шампуня наносим яйцо, желток. Без белка, потому что белок тогда застранит, не вымышь никогда в жизни. Через 2-3 минуты смыть теплой водой. Последнее полоскание травленным настоем. Короче, капец. Это нужно делать 2-3 раза в неделю, в течение 2-х месяцев. Ну а вообще она сказала, что это можно делать всегда, это не вредно. Вот, плацент формулу я, вернее алоэ, эту ампулу я уже купила и втирала. Знаете, меньше жирнеют волос, я заметила. А вот еще вот это вот хлеб запаривать, травкой наносить, потом яйцо вместо шампуня. Как это вообще без шампуня помыть голову? Я еще не пробовала. Но это все я еще буду пробовать. Еще, наверное, я вам тоже буду рассказывать, наверное, точно, как у меня с этим всем дела. А еще я нашла отзыв в ютубе девочке одной, у нее тоже была такая проблема, как у меня. И вот она там какой-то себе аптечный шампунь нашла, классный. Она говорит, вообще в шампуни не верю от выпадения волос. Ну, говорит, ну перестали сыпаться волосы. Вот помыла и перестали сыпаться волосы. Вот говорит, ну как не верить. И тоже я записала, как называется, я куплю и тоже потом вам покажу. И расскажу свой отзыв свой насчет этого шампуня. Я уже все купила, у меня два таких пакета, это стоило почти 5000 гривен, вот этот весь курс на 3 месяца. Ну, я сразу решила все купить, чтобы у меня не было повода не делать что-либо из этого. Все стоит уже и все, занимаюсь. Так что пожелайте мне удачи, ставьте пальчики вверх, чтобы у меня все получилось, у меня выросли. Шикарно, не стремилось. Да, это не руководство к действию, это просто я рассказываю свой опыт. Это надо было в начале видео сказать. Я это сказала в начале видео, сейчас еще раз просто повторяю. Подписывайся на канал В.Виктория.